А вы в курсе, что на предприятиях топливно-энергетического комплекса Края, которых в регионе 260, трудится порядка 60 тысяч человек. Эти компании производят более 30% промышленной продукции Краснодарского края и перечисляют в краевой бюджет более 15% всех налоговых поступлений. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые затрагивают интересы всех сочинцев и жителей края. Сегодня мы поговорим о газификации, тепло- и энергоснабжении населенных пунктов Кубани. Краснодарский край уже вступил в отопительный сезон. Он стартовал в разных районах края в разные сроки. В южных, например, в Сочи позже всего 15 ноября, а в самых холодных городах и станицах региона в середине октября. О том, как край шагнул в зиму, расскажем в нашем сюжете. Первые холода на Кубани стали проверкой на прочность для коммунальщиков. Несмотря на то, что отопительный сезон уже стартовал, часть домов и социальных объектов оставались без тепла. Больше всего жалоб в краевую администрацию писали жители Краснодара. 236 обращений поступило на имя губернатора. Вениамин Кондратьев разбирает сложившуюся ситуацию с мэром краевой столицы. Краснодарцы жаловались на холод в третьей городской больнице и в краевом военном госпитале. А школьники станицы Елизаветинской во время первых холодов и вовсе сидели на уроках в куртках. Вот 76 школа. Сегодня с теплом или без? 76 школа теплоснабжения на сегодняшний день у нас действует. Вот вопрос тогда по-другому поставлю. В школе тепло или теплоснабжение действует? Нет, в школе тепло на сегодняшний день. То есть дети куртки сняли? Да. Хорошо. Дальше поехали. Вот горбольница номер 3. Горбольница номер 3. На сегодняшний день тепло полностью подается, восстановлено. Я же говорю, у нас в период начала отопительного сезона произошла небольшая авария на сети теплоцентрали Т-центр города. На сегодняшний день небольшая авария устранена и сегодня тепло восстановлено в полном объеме. Евгений Ильич, эмоции жителей, которые находятся без тепла, будут 100% обоснованы. Поэтому я еще и еще раз обращаю ваше внимание. Не может быть никаких ни причин, ни отговорок, если ни в школе, ни в детском саду, ни в квартирах тепла нет. Их эмоции, людей 100% будут максимально оправданны. На отсутствие тепла жаловались и жители Новороссийска, Крымского и Тихорецкого районов. Мениамин Кондратьев потребовал от глав муниципалитетов оперативно решить проблемные вопросы и напомнил, что чиновникам не следует перекидывать ответственность друг на друга. Тем более, что к зиме на Кубани готовиться начали заранее. На это выделили почти 2 миллиарда рублей. За счет финансирования, в том числе, заменили инженерные сети и обновили 42 котельные. Самое важное, акцентировав внимание губернатор, не допустить сбоев в теплоснабжении. Люди не должны жить в холодных квартирах. За первые недели, когда температурный режим начал опускаться меньше 10 градусов ночью, то поступило 400 жалоб из 30 муниципальных образований. Не нужны бодрые нам доклады, нам надо четкое и полное понимание, почему вообще это стало возможным в управляющей компании, энергосбытовые, что угодно. Мы можем перечислять, но друг к другу, друг к другу. Люди во всех этих перипетиях и выяснениях отношений не должны страдать. Жители, которые хотят, чтобы в доме, в квартире было тепло. Это их нормальное человеческое желание. Даже если управляющие компании что-то не делают, значит заставьте их делать. Заставьте включать тепло. И сегодня у нас есть все для этого рычаги. Все. Нужно, еще раз подчеркиваю, давайте возбуждать дела в отношении тех нерадивых, в том числе и руководителей управляющих компаний, которые взялись за гуш, а потом говорят, что не тянут. Здесь задача максимально обеспечить теплом всех. Еще раз подчеркиваю, всех. И понятно, социальные объекты, детские сады, школы, больницы, поликлиники, и естественно жилье. На подготовку к отопительному сезону Краснодарский край в этом году потратил 1,7 млрд рублей. Внемин Кондратьев поставил задачу, чтобы вступать в зиму без сбоев, ежегодно нужно менять не меньше 5% сети, а также проводить реконструкцию и модернизацию котельных. К этой работе нужно подключать инвесторов, считает губернатор. И результаты этой совместной с бизнесом работы уже есть. Климат-контроль в дома краснодарцев. Такую задачу поставили перед собой инженеры одной из теплоэнергетических компаний города. Сейчас они заканчивают установку нового оборудования для автоматизации системы. Электроника будет сама понимать, когда нужно поддать жар, ориентируясь на температуру на улице. Время, за которое люди почувствуют тепло, оно как раз будет определяться только инерцией теплосети, но никак не инерцией человека-оператора, который подошел, забыл, не забыл, по табличке посмотрел. Это здесь исключается. По такой новой системе котельная будет обеспечивать теплом около 5000 краснодарцев. Среди объектов – детский сад, здание ЗАГСобрания региона, центральный концертный зал и многоквартирники. Чтобы грядущая зима не стала неожиданным сюрпризом, готовить теплосети начали еще с завершением прошлого отопительного сезона. Это ремонт котлов, ремонт насосов, ремонт теплообменников. Также мы проводим мероприятия по ремонту тепловых сетей. Это замена участков на трубопроводы большего диаметра с лучшей изоляцией. Чтобы обеспечить теплом жителей региона, нужно модернизировать оборудование и менять инженерные сети. Ремонт коммуникаций – ежегодная работа районных глав. Власти поставили задачу менять не меньше 5% сетей. Вторая задача – реконструкция и обновление котельных. Губернатор напоминает, что если у муниципалитета на это нет денег, подключить к работе можно инвестора. В этом году мы выделили 1,7 млрд рублей к подготовке к зимнему сезону. Мы изначально предусматривали эти деньги на замену оборудования, модернизацию котельных, замену тепловых сетей. И можно продолжать. Но тут уже приоритеты. Приоритеты, я всегда говорю, мы уже должны сами расставлять. Что касается обновления котельных, будет полностью модернизировано 42 котельные. 19 из них модернизировано за частные деньги. Я считаю, что в этих муниципальных образованиях, в том числе Павловский, Брюховецкий, Крылосово, районы приучились. Работа с инвестором вышла на новый уровень. На новый уровень. И там, где инвестиционные показатели растут у районов, еще раз подчеркиваю, это в моем понимании заслуга глав и тех команд глав, которые эту работу с инвесторами выводят на новый уровень. Вот если этот темп будем хотя бы не снижать, мы тоже проблему с модернизацией котельных максимально закроем. Уже через два года, если все пойдет по плану в Крае, поменяют не меньше 80 котельных за счет именно частных инвестиций. В противном случае Край будет нести большие потери тепла. Острой проблемой топливно-энергетического комплекса Краснодарского края является высокая степень износа электросетей, примерно на 65%. Как следствие, низкая эффективность, растущая аварийность, что отрицательно сказывается на конкурентноспособности экономики и негативно влияет на качество жизни населения региона. Но проблема сегодня активно решается, благодаря усилиям краевых властей. Эту тему губернатор Вениамин Кондратьев поднял на встречи с руководителями энергосетевых компаний. Смотрим сюжет. Вениамин Кондратьев остался недоволен отключениями электричества, которые летом прокатились по региону. Больше всего досталось Краснодару. Только в июле здесь произошло 150 отключений. Основная причина – высокие температуры и выросшая нагрузка на сети. Однако для поставщиков электричества оправданием это быть не может. И люди, сегодня жители края, они исправно отчасти, в большей части, я уверен, платят за электричество. И они имеют полное право на возмущение, когда они говорят о том, что если мы платим, то почему перебои, почему электрооборудование летит. Если отключается свет, то жизнь останавливается. И люди абсолютно правы, когда они говорят о том, что в целом недоработка, не важно чья, власти. Понимая ответственность перед людьми, я буду делать все, чтобы сегодня эту проблему убрать, друзья. Или я буду убирать ее вместе, или я буду убирать ее один. Плыть в непонятном направлении, что дальше делать, ну, так мне не годится. Для сетевых компаний это четкий сигнал. Необходимо вкладываться в модернизацию собственной инфраструктуры. Сейчас электрические сети в регионе изношены на 65%. Самые крупные игроки на этом рынке – Кубань Энерго и Неск Электросети. Последние в основном и обслуживают жилые дома в 24 районах края. Если вы не вкладываете в собственное развитие, то вы не бизнес, вы эксплуатанты. Ваша компания, сколько вы уже вложили в то, что имеете, в модернизацию или в развитие? 2017 год. Вот в эксплуатацию 89 мегавольт ампер, это трансформаторная мощность новая, 402 километра линии электропередачи 10 на 0,4 построена в городах. Но, как показала практика отключений, этого недостаточно. Необходимы новые подстанции. Одна из таких уже появилась в Услабинском районе. Вторую планируют запустить в текущем году в восточной промзоне Краснодара. Энергодефицит влияет не только на простых жителей региона, но и вставляет палки в колеса при развитии экономики. Венимин Кондратьев рассказывает случай жизни, когда Кубань Энерго выставила промышленному предприятию счет в непосильные 222 миллиона рублей. Компании удалось найти другого поставщика, который выдал необходимые мощности за сумму в 10 раз дешевле. Но не все подобные истории со счастливым концом. А что нам делать с Кущевкой, с Кущевским районом, с Ельском, с Тюблюком, с другими районами, где на самом деле инвесторы сегодня готовы заходить, они могут. У нас сегодня 17 инвестпроектов просто полетело. Только потому, потому что мы не смогли обеспечить энергомощности. Вот эти инвестиционные проекты на сумму 16 миллиардов рублей. Мы все гадаем, будет у нас возможность подключиться, а не будет. Многие вещи делают за счет инвестора. И сети обновляют за счет инвестора. И подключение делают за счет инвестора. И вести сети за счет инвестора. Так тоже не коррется. Почему это должен делать кто-то или за счет кого-то? Но сегодня нет у нас бедных сетевых компаний. Коллеги, а если это невыгодный бизнес, не занимайтесь им. Я имею в виду коммерческие сетевые компании. И что ждете, когда у вас полностью уже износ сетей произойдет? Мы этого не допустим. Глава региона поручил создать рабочую группу, возглавит которую первый заместитель губернатора. Комиссия в индивидуальном порядке будет помогать с подключением инвестплощадок к энергосетям. Кроме этого, в следующем году планируют запустить две мощных подстанции в Павловском и Крыловском районах. Что даст дополнительный толчок для развития экономики Кубани. А местным жителям позволит не тратить деньги на покупку свечей. Ну а подстанция, которая не только построена, но и уже успешно работает, это установка в Усть-Лобинске. Дополнительные мощности помогут эффективнее развивать экономику Кубани. А еще новая подстанция обеспечит бесперебойной электроэнергией жилые дома и социальные объекты. Теперь бесперебойной подачей электричества будут обеспечены жилые дома и социальные объекты не только в Усть-Лобинском районе, но и в ближайших – Кореновском и Денском. Губернатор Крым отметил, дополнительные энергомощности позволят активнее развивать экономику Кубани, ведь появится возможность строить новые промышленные предприятия. Нам очень важно, чтобы максимально такие подстанции появлялись в целом в крае, потому что есть районы, которые просто энергодефицитные. Для нас это просто остановка экономики, точнее ее дальнейшего развития. Поэтому здесь, конечно, мы будем просить дальнейшего сотрудничества в части статистических подобных подстанций, потому что это и есть завтрашний день экономического роста нашего региона. Поэтому, я думаю, будем обсуждать, в рамках соглашения находиться местные пути решения, потому что такие подстанции нужны. Нужны в нашем регионе. Для того, чтобы мы уверенно смотрели в завтрашний день и себя уверенно чувствовали с точки зрения экономических перспектив. Мы 100% подтверждаем, что сотрудничество будет продолжено. Новую подстанцию построили в максимально короткие сроки. Соглашение о реализации этого проекта власти региона и федеральная сетевая компания подписали в феврале 2016-го. Почти это два года с небольшим. Эта подстанция построена и она снимает ряд многих проблем, связанных с энергоснабжением. И не только в Услабинском районе, но еще как минимум в трех районах, которые рядом для нас всегда принципиально. Конечно, безусловно, благодаря тому, что сегодня у нас появилась данная подстанция, мы сможем испечить надежное, бесперебойное энергоснабжение. Не только домов, я уже говорил, конечно, социальных объектов. Конечно. Это очень важно. Она дает нам уверенность в том, что вот тот перерабатывающий комплекс, промышленный комплекс, тот кластер, который мы хотим создать в Услабинском районе, теперь однозначно нет препятствий к тому, чтобы он здесь появился. Это будет действительно далеко не последний наш вклад. Мы планируем в течение горизонта до 2020 года вложить в экономику энергоснабжения края практически около 7 миллиардов рублей. Как вы знаете, этот объект нам обошелся в 1,7 с копейками миллиардов рублей. Это, конечно, тоже хорошая инвестиция, но мы прекрасно понимаем, что краю надо больше. Новая подстанция оснащена современными автоматизированными системами управления, при этом практически все оборудование российского производства. Также предусмотрено, что Новолобинская станция сможет обеспечивать электроэнергией районную больницу и даже объекты Северокавказской железной дороги. И еще одну подстанцию на 560 мегавольт ампер запустили в Краснодаре. Это уже вторая крупная подстанция, которую открыли в регионе за последние полгода. Объект находится в восточной промзоне города. Строительство продолжалось два года. Сегодня на торжественное открытие приехали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель правления федеральной сетевой компании единой энергетической системы Андрей Муров. Они посмотрели оснащение новой подстанции, мощность которой составляет 560 мегавольт ампер. Полгорода сегодня можно бесперебойно обеспечить электричеством. А для нас это без привлечения очень серьезный шаг вперед по решению проблемы дефицитного энергоснабжения. И введение этой подстанции закрывает проблему. Это на самом деле для города, конечно, огромный успех. А у вас сегодня пока еще привлечение минимальное, наверное, потребители? Да, пока да. Это понятно, коллеги, но не переживайте. Это очень-очень проходящий момент, что это востребовано. И именно быстро, правильно говорите. То, что это востребовано, коллеги, я заверяю. Андрей Геннадьевич, я еще хочу рассказать вам лично спасибо за максимальную поддержку сегодня в решении проблем энергодефицита и Краснодара, как столица Кубани, ну и, конечно, всего края. Это уже вторая за полгода крупная подстанция, которую открыли в Краснодарском крае. Сегодня же глава региона и руководитель федеральной сетевой компании подписали соглашение о строительстве нового объекта. Он должен покрыть растущие потребности в электричестве в западной части Краснодара. Проблему энергодефицита в регионе поможет решить и сотрудничество Кубани с Адыгеей. Уже решено создать краснодарскую агломерацию, куда войдут районы края и республики. У нас отчасти даже одно энергическое пространство. И проблемы инфраструктурные, которые сегодня и в Краснодарском крае, и в Адыгеи, они тоже у нас одни. Мы два разных субъекта, но земля у нас общая. Поэтому давайте и проблемы предлевать вместе, как настоящие друзья. Сегодня проблемы энергоснабжения, они очень серьезные проблемы, которые сдерживают развитие экономики, конечно. И инвесторы, которые сегодня приходят, и в Адыгеи, и в Краснодарский край, они обращают внимание на тот дефицит энергоснабжения, который сегодня есть. Просто нужно уже в рабочем режиме сделать такой алгоритм, а мы с Маратом Колобилиевичем его постараемся решить на всех уровнях, в том числе на уровне правительства. Я уверен, мы найдем поддержку. Нам важно действительно расширить те дефициты энергомощности, которые у нас на территории есть. А получается, это общая сеть, и Краснодар решает свою задачу. Это Мукайский район, Тючерский район, мы решаем свою задачу. Поэтому в этом направлении отработаем. Альтернативным источником энергии в Краснодарском крае смогут стать ветропарки. При их строительстве в регионе планируют применять итальянские технологии. Об этом шла речь на встрече главы края Внемена Кондратьева с послом Италии. Губернатор отметил, что опыт зарубежных коллег будет полезен Кубани. Зеленая энергетика, которая тоже очень традиционно развита в Италии, для нас тоже является потенциальным предметом совместной деятельности. В частности, ветропарки, которые хорошо себя зарекомендовали в Италии, конечно, тоже, я уверен, могут себя хорошо зарекомендовать в Краснодарском крае. И если это вызовет интерес у вас, у итальянского бизнеса, то мы готовы непосредственно показать площадки с инфраструктурой, где можно было бы разместить ветропарки, которые создадут нам дополнительную экономику в нашем регионе. Для решения всех проблем топливно-энергетического комплекса края на Кубани действует краевая целевая программа, которая так и называется «Развитие топливно-энергетического комплекса». Ее подпрограммы – это энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация систем тепла и энергоснабжения, а также газификация Краснодарского края. В условиях стремительного роста потребления энергоресурсов природный газ является наиболее надежным и экономичным видом топлива, поэтому особенно актуальными в регионе становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства. Реализация краевой программы позволит обеспечить рост темпов газификации и будет способствовать повышению жизненного уровня населения. Вопросы газификации края Венемин Кондратьев обсуждал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Губернатор отметил, что уровень газификации региона на сегодняшний день составляет более 88%. В настоящее время согласовывается актуализированная генеральная схема газификации региона. В документе прописаны схемы подключения всех муниципалитетов края, а также строительства газопроводов к инвестиционным площадкам вплоть до 2030 года. Принципиально сегодня важна модернизация определенной части существующей системы газоснабжения региона. В чем именно момент? Конечно, сегодня нехватка инфраструктуры отчасти. Она порождает сдерживание развития территорий, то есть муниципальных образований. И для нас это принципиально важно, потому что газораспределённые станции, они перегружены. Естественно, те инвестиционные проекты, которые сегодня активно пытаются поселиться в нашем крае, естественно, это как развитие муниципальных образований, они могут быть реализованы, потому что просто нехватка ресурса. И здесь газоснабжение для нас является таким флагманским направлением. То, что касается газоснабжения, без сомнения, мы видим сейчас интерес со стороны инвесторов вкладываться в Краснодарский край, создавать новые инфраструктурные крупные объекты. И в соответствии с этими потребностями, конечно, мы уделяем большое внимание строительству магистральных газопроводов. Сегодня уровень газификации Краснодарского края почти что 90%. И самое главное – это понимание того, что мы с вами самым пристальным образом смотрим, как правильно расставить приоритеты на самое ближайшее будущее, на самые ближайшие перспективы. Строят, ремонтируют и модернизируют в крае не только газовые, электро- и теплосети, но и водопроводы. Это также вклад не только в качество жизни местных жителей, но и в экономику Кубани. Один из примеров – водоснабжение в Ейске, Темрюке и Новороссийске. Мы же говорим о том, что сегодня курортная отрасль – это тоже одна из важнейших отраслей нашей экономики. А Ейск тоже вносит свой, пусть небольшой, но достойный вклад сегодня в копилку дивидендов от курортной отрасли. Но какая может быть там тогда атмосфера для отдыхающих, если вода подается по часам? Начало июня, июль месяц, у нас каждый год случается эта проблема. И нам нужны сюда, на территорию Ейск, дополнительные объемы воды. Но я знаю, вы дали такое поручение, есть проект, разрабатывается. Сможем в следующем году начать строить. Это строительство двухниточного исполнения, это будет по 500 миллионов в год не меньше. То есть там достаточно большая протяженность, это очень дорого. Диаметр водовода порядка 1000 миллиметров. То есть диаметр метра трубы и протяженность там у нас суммарно больше 50 километров. В этом году завершаем проектирование и в следующем году приступаем к строительству нового водовода, который позволит Ейску не испытывать ни трудностей, ни перебоев с водоснабжением. По графику в дома подают воду и в некоторых районах Новороссийска. Перебои с водоснабжением и в Темрюке. Всего по краю из 31 тысячи километров сетей в замене нуждается 14 тысяч. Это почти половина. По мнению Вениамина Кондратьева, чтобы решить этот вопрос, необходим комплексный подход. В том числе нужно активнее привлекать инвесторов. По каждому проблемному муниципалитету составят пошаговый план, как в течение ближайших 3-4 лет наладить водоснабжение. Ейск, Тебрюк и Новороссийск. Вот те города, которые максимально сегодня репутационно страдают, потому что на самом деле курортные города это раз. А во-вторых, Новороссийск это еще и портовый большой город. Вы дайте четко вместе с главой муниципальных образований алгоритм, дорожную карту. И если нужно выделять, значит будем выделять. Значит так же сделаем защищенными эти статьи и суммы. И все. И закроем эту тему. Мы не можем кочевать из года в год с проблемой водоснабжения в современном Краснодарском крае. До 2021 года, чтобы все-таки мы постарались эту тему закрыть. Если мы тарифы поднимаем, качество услуг должно быть с размера тому, что мы поднимаем тарифы на эти услуги. А когда у нас тарифы растут, а качество не растет, оно еще и отстает с каждым годом. Ну тогда, конечно, будет возмущение людей и людей понять можно. Качество, еще раз подчеркиваю, услуг, которые оказываются населением, должно быть соответствующим. Такие позитивные изменения кубанцы могут заметить с подачей тепла в дома. За последние три года, в том числе и за счет повышения тарифов, удалось построить и реконструировать больше полусотни котельных. В этом году запланирована модернизация еще 40 источников тепла. Конечно, за модернизацией инфраструктуры обычно следует вынужденное повышение тарифов. Края не увеличились с 1 июля. Впрочем, цены были подняты по всей стране. В среднем сумма квитанции на Кубани стала больше на 4%. Генемин Кондратьев поручил строго следить за тем, чтобы обозначенный порог роста тарифов не был искусственно завышен. В зоне особого внимания работа управляющих компаний, ведь именно они начисляют плату за коммунальные услуги. Нам правильнее будет, чтобы люди понимали и знали, как формируются коммунальные тарифы, из чего они формируются, какой принцип их формирования, на что оно расходуется. Я попрошу реагировать на каждую жалобу, потому что одна жалоба, она может проекцировать в целом на ситуацию. Вот здесь департамент цены тарифов и госжилы инспекции, я здесь попрошу, чтобы мы все-таки следили, чтобы эти тарифы не увеличились больше, чем на 4%. Коллеги, вот здесь под шумом у нас что угодно может происходить. Коллеги, никто не должен играть и играться с тарифами. Еще раз подчеркну. Ну а с 1 января тарифы в Краснодарском крае повышаться не будут. Увеличение произойдет чуть позже. Об этом в Сочи рассказал заместитель руководителя региональной энергетической комиссии на выездном совещании. На встречу пригласили представителей ресурсоснабжающих организаций курорта и управляющих компаний. Посвятили совещание вопросам предоставления коммунальных услуг и ограничений роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Озвучил Денис Негреба коллегам итоги тарифного регулирования, отметив, что все параметры за 2018 год по краю выдержаны и составили 4%. Что касается традиционного повышения тарифов на коммунальные услуги 1 января, то его не произойдет. С 1 января тарифы не повысятся. Тарифы у нас, как принято решение, будут повышаться с 1 июля. Но это, к сожалению, необходимое решение, потому что инфляция все-таки есть. Газ, на основе которого производится тепловая энергия, растет в цене. Электроэнергия тоже в основном производится на газе, тоже растет. Соответственно, инфляционные процессы они все-таки толкают. Тарифы на коммунальные услуги вверх. Происходить это будет в пределах индексов в соответствии с постановлением правительства. Это в целом по Краснодарскому краю 4%. Я скажу более, что фактически мы выдерживаем индекс повышения платы граждан в размере 3,7%. Повышение тарифов связано с необходимостью инвестиционных программ, снижение износа этого обороны, на которые фактически оказывают эти услуги. К сожалению, длительное время ничего не обновлялось. Поэтому для того, чтобы постепенно приводить к необходимому уровню оказания услуг, к сожалению, тарифы должны несколько подрастать. Краснодарскому краю От развития ТЭК во многом зависит развитие промышленности, курортной сферы региона. Это вклад в его экономику. Кстати, сегодня Краснодарский край входит в число лидирующих регионов России в части динамичного развития предприятий топливно-энергетического комплекса. Но это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова